так вот теперь с микрофона ну-ка скажи что-нибудь 1 2 3 4 5 так хорошо значит вот по поводу кого 9 в отличие от других так в отличие от других систем ну эти как называется среда среда разработки до cloud 9 это полноценная среда которая включает в себя еще и саму виртуальную машину то есть иными словами тебе не обязательно иметь компьютер для того чтобы программировать там в принципе это можно делать с планшета или допустим грубо говоря если у кого-то из друзей есть компьютер да ты всегда можешь просто заходить используя слово логин и пароль и программировать спокойно при этом тебе свой компьютер никогда не понадобится то есть там все эксперименты можно ну конечно есть там ограничение что там всего один гигабайт есть но можно под каждый проект создавать по новой виртуальной машине по одному гигабайту в целом для большинства задач этого должно хватать за глаза что касается других сред разработки их великое множество и у них у всегда есть плюсы и минусы есть самый популярный да что ну а ты арыш другие среды ты имеешь ввиду тоже реализованные в браузере или ты имеешь ввиду нет нет именно именно на компьютере в браузере насколько я понимаю cloud 9 сейчас лидер потому что они вот несколько лет назад запустились и такого то есть вот именно с полной среды разработки в облаке на еще толком никто не предложил с таким большим количеством возможностей а вот это cloud 9 это и есть облако правильно я понимал но это cloud 9 айди да то есть айди это среда разработка разработки а клауд клауд это вот то что она в облаке почему 9 я не знаю это вот они так придумали так а теперь еще один вопрос а exe файлы можно создавать с помощью этой среды да там можно в ней прям сразу и в приложение запускать и exe файлы все что угодно то есть там можно загружать файлики оттуда можно выгружать файлики то есть можно прям загрузить свой код да либо например с гитхаба напрямую выгрузить вот и выполнить наверное какое-то действие над каким-то файликом потом результивающий этот файлик загрузить или как-то использовать или сразу там сделать вот страничку то есть много вариантов что угодно можно делать это полноценные виртуальные машины которые будут то есть linux и он там доступен через консоль то есть там конечно графического интерфейса нет но в принципе и не нужен для таких задач так ну что давай попробуем вот что ты демонстрацию экрана включить можешь но это сложно вообще вопрос я ж только до этого никогда не пользовался ну вот смотри есть в google hangouts такая зеленая кнопочка слева называется показать экран там нужно выбрать самый первый это будет первый экран или у тебя есть их два можно там сейчас и нажать поделиться но понял я сейчас тут запущу ссылку чтобы сразу ну среду эту не лазить по экранам то есть меня кидал нет нет извиняюсь конечно не не страшно нет не страшно там я нашел так так нет 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 osta нет 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 ibt нет нет 11 э о кнопку, и появилось окно, меня слышно? Да. В этом окне варианты изображения окна. Ну да, там либо какое-то отдельное окно можно выбрать, либо сразу весь экран. Лучше выбрать сразу весь экран, так проще. Он самый первый должен быть. Вот, его надо выбрать и нажать кнопку поделиться. Ну, а че он попадал? А, это связь нестабильна, все, понял, вот че. Я уже думал, я тут не правильно. Так. Ждем. Нет, здесь связь вроде стабильная, просто если никто ничего не говорит, то он ничего и не передает. Экран видно мой. Так, ну-ка. Странно, почему-то он не подгрузился еще. Ну вот, я жалю, что как бы надо было предварительно сделать пробный, потому что проблема, естественно, возникла, потому как я первый раз. Так, а у тебя какая операционная система? Алло. А, видно мой экран? Нет, не видно. Ну, у меня, по-моему, пишется, что, ну, вот, и отображается в самом этом, где, в окне. То ли я что-то не так делал. Ну и написано, ваш экран виден всем участникам. Останови. Ну, не знаю, с чем это связано, можно попробовать, наверное, перезвонить. Ты можешь просто сказать, какая у тебя операционная система, просто чтобы я знал, вдруг эта проблема с этим связана? Ну, Windows 7, или у тебя именно какие-то четкие эти, Windows 7. А ты через какой браузер это делаешь? За что? Mozilla Firefox. Давай мы попробуем, у тебя Chrome есть в последней версии? Google Chrome. Нет, нет, надо скачать. Вот ты видишь, с него никуда. Давай мы попробуем, вот что, действительно, я тебе сейчас ссылку дам на Google Chrome.